Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана Геннадьевна. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема нашего урока – главные члены предложения. Вопросы к членам предложения. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое подлежащее и сказуемое, какие члены предложения образуют грамматическую основу, будете определять тему и основную мысль высказывания, опираясь на ключевые моменты, будете сравнивать тексты описательного и повествовательного характера. В мире много интересного, нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела. Так скорее, друзья, за дело. Начинаем наш урок. Он пойдет сегодня. Прог. Поставьте на паузу, откройте тетрадь и запишите число. Спешите к себе в тетрадку минутку чистописания. Каждая река к морю течет. Пишите красиво и аккуратно. По территории Казахстана протекает более 85 тысяч рек и речушек. Каждая из них удивительно и неповторимо по-своему. Самые крупные реки – Иртыш, Ишин, Урал, Табул, Сырдарья, Ильичу. Запишите себе в тетрадь название двух рек, отображенных на экране. И добавьте название реки, которая протекает в вашей местности. Помните, что название реки – это имя собственное. И пишется оно с заглавной буквы. Поставьте на паузу и выполните это задание. Справились? Молодцы! А теперь давайте вернемся к нашей пословице. Каждая река к морю течет. Подумайте, о ком или о чем говорится в этом предложении. Правильно, о реке. Подчеркните это слово одной линией. Подумайте, что в предложении сказано о реке. Что она делает? Правильно, течет. Подчеркните это слово двумя линиями. Река – это подлежащее, главный член предложения. Оно обозначает, о ком или о чем говорится в предложении. Отвечает на вопросы «кто?», «что?» и подчеркивается одной линией. Течет – это сказуемое, главный член предложения. Оно обозначает, что в предложении говорится о подлежащем и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?», подчеркивается в предложении двумя линиями. Подлежащее и сказуемое образуют в предложении грамматическую основу. Сейчас я предлагаю вам поработать над текстом об удивительной реке Иртыш. Иртыш – одна из самых крупных рек на Земле. А еще – это самая длинная река притока в мире. Вам нужно разделить текст на предложение. Внимательно прочитайте его. Делайте интенсионные паузы в конце каждого предложения. Поставьте на паузу и выполните это задание. Давайте проверим. Исток Иртыша находится в Монголии. Река протекает по территории трех государств – Китая, Казахстана и России. Иртыш впадает в воду. По его берегам растут хвойные и лиственные деревья. На реке развито рыболовство. А еще вода Иртыша используется для судоходства. Если вы выполнили это задание так же, вы молодцы. Ребята, подумайте, к какому типу относится данный текст. Определите его тему и основную мысль. Поставьте на паузу и выполните это задание. Давайте проверим. Тип текста – описание. Тема текста – река Иртыш. Основная мысль – то, что эта река уникальная. Если ваши ответы совпали с ответами на экране – отлично. Вы пишите из этого текста два понравившихся вам предложения. Выделите в них грамматическую основу. Подчеркните подвижащее и сказуемое. При работе пользуйтесь алгоритмом, представленным на экране. Поставьте на паузу и выполните это задание. Давайте проверим. Что? Исток. Исток что делает? Находится. Что? Река. Река что делает? Протекает. Что? Иртыш. Иртыш что делает? Впадает. Что? Деревья. Деревья что делают? Растут. Что? Рыболовство. Что сказано про рыболовство? Оно развито. Что? Воды. Что сказано про воды? Они используются. Здорово, если у вас все получилось. Ребята, а знаете ли вы, что на территории Казахстана есть два удивительных водоема? По своему тектоническому происхождению это озера. Но из-за больших размеров в мире их называют морями. Это Каспийское море и Аральское море. Давайте познакомимся с небольшой информацией об этих удивительных озерах-морях. Каспийское море – самое большое озеро на Земле, расположенное на стыке Европы и Азии. Озеро называется морем из-за его размера. Аральское море – четвертое по величине бесточное соленое озеро в Средней Азии на границе Казахстана и Узбекистана. В результате обмеления резко возросла соленость Арала. Озеро превратилось в бесплодную пустыню. Многие растения по его берегам погибли. В настоящее время ведутся работы по восстановлению Аральского моря. Прочитайте этот текст еще раз самостоятельно. Какая информация оказалась вам тревожной? Выберите из текста слова и выражения, которые отражают это состояние. Поставьте на паузу и выполните задание. Давайте проверим. Все эти слова и выражения относятся к понятию «экологическая катастрофа». Экологическая катастрофа – это негативное влияние на окружающую среду, что приводит к гибели живых организмов. Выпишите из этого текста два выделенных предложения. Поставьте на паузу и выполните это задание. Найдите в этих предложениях грамматическую основу. Подчеркните подлежащее и сказуемое. Обозначьте, какой частью речи выражены эти главные члены. Поставьте на паузу и выполните это задание. Давайте проверим. Что озеро – это подлежащее, подчеркиваем, одной линией, выражено именем существительным. Озеро что делает? Называется. Это сказуемое. Подчеркиваем, двумя линиями выражено глаголом. Что растение – это подлежащее, подчеркиваем, одной линией, выражено именем существительным. Растения что сделали? Погибли. Это сказуемое, подчеркиваем двумя линиями, выражено глаголом. Справились? Молодцы! Давайте с вами подведем итог урока. Постарайтесь вспомнить все, что мы сегодня изучали. Заполните блок-схему недостающими определениями. Поставьте на паузу и выполните это задание. Давайте проверим. Главные члены предложения это подлежащее и сказуемое. Подлежащее обозначает о ком или о чем говорится в предложении. Отвечает на вопросы кто что и подчеркивается в одной линии. Сказуемое обозначает, что в предложении говорится о подлежащем. Отвечает на вопросы что делать, что сделать и подчеркивается двумя линиями. Подлежащее исказуемое образует в предложении драматическую основу. Если у вас все получилось, отлично! Урок сегодня пошел вам впрок. А сейчас я хочу предложить вам на выбор выполнить домашнее задание. Выберите одно из трех. Первое. Вы можете выполнить письменно упражнение четвертое со страницы 22 в учебнике. Второе. Напишите к себе в тетрадь 4-5 предложений о реке, протекающей в вашей местности. Третье. Напишите 4-5 предложений об экологической катастрофе Орала. Подчеркните в каждом предложении грамматическую основу и обозначьте, какой частью речи выражена подлежащая исказуемая. Предлагаю вам оценить себя по следующим критериям. Ваш текст состоит из 4-5 предложений. Текст соответствует структуре текста описания. Находите в предложении грамматическую основу и определяете, какой частью речи является подлежащая исказуемая. Это критерии оценивания ко второму заданию. Критерии оценивания к первому и третьему заданию попробуйте сформулировать сами. Ребята, мы начали наш урок с пословицы «Каждая река морю течет». Наша река открытий сегодня протекала к морю знаний. Предлагаю вам оценить свою работу на уроке. Каждая река начинается с маленькой капельки воды. Разместите эту капельку на нашей реке. Если вам было все понятно на уроке и вы справились со всеми заданиями, расположите капельку в том месте, где река впадает в море знаний. Если у вас остались вопросы и были небольшие затруднения, разместите капельку посередине реки. А если многое осталось непонятно, то расположите ее у истока. Ребята, спасибо за внимание и работу на уроке.